Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Станислав, и мой канал Юридическая Практика Верховного Суда. Сегодня у нас очередной разговор на юридическую тематику. И, конечно же, я жду от вас вопросов, я жду от вас обращений. Мы всегда готовы помочь в разрешении ваших юридических ситуаций. Итак, приступаем к нашему разговору. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша тема разговора очень и очень важна для тех, в отношении кого приняты незаконные судебные решения. Сегодня мы поговорим о тотальном обжаловании судебных решений. Это очень и очень важная, насущная тема, потому что обжалование судебного решения должно быть тотальным. Если вы видите незаконность судебного решения и не приняты все предусмотренные законом меры для восстановления справедливости и принятия правосудного решения, об этом нужно говорить. Вот как пример хочу привести несколько дел реальных. Там, где в процессе юристы отговаривали буквально. И такое сплошь и рядом, когда люди ко мне обращаются за составлением апелляционных, касационных жалоб, очень и очень часто звучит этот нарратив, который заключается в том, что вот я хотела что-то в суде сказать, я хотел что-то судье какие-то доказательства предоставить, а меня юрист отговаривал, говорил, нет, здесь лишнего не надо сказать, вот эти документы не надо, не надо суд перегружать. Дорогие друзья, это все, конечно же, неправильно. Это задача стороны нагрузить суд всей доказательной базой, которая будет свидетельствовать в вашу пользу. И, конечно, нужно использовать все без исключения. Вот характерное дело, там, где работодатель нарушает права работника, заключая с ним договора гражданско-правовые, якобы с индивидуальным предпринимателем, а фактически это трудовые правоотношения. И вот в процессе на предложение стороны по делу, вот моя зрительница, она предлагала своему адвокату, представителю, давайте мы, пожалуйста, приобщим. Она сама провела за свои собственные средства аудиторскую проверку, аудиторское заключение было сделано о том, что да, используется труд индивидуальных предпринимателей, фактически замаскированные правоотношения, от этого такая-то выгода работодателям. А адвокат говорит, нет, этого не надо приобщать. Ну это же кощунство, как можно отговаривать своего клиента от приобщения важнейших доказательств. И такие случаи не единичны, это я просто один пример привел, а таких случаев масса. Потому что вот кто не обращается, у всех практически такая подобная ситуация, когда недорабатывал юрист в процессе, и это привело к тем или иным последствиям. И когда речь идет о том, что те или иные моменты у нас просто проходят мимо, вот просто проходят мимо, в данном случае необходимо было привлекать третьих лиц, необходимо было привлекать налоговую службу, необходимо было привлекать органы следствия, необходимо было подавать заявление о преступлениях. Все это необходимо было делать еще в ходе судебного процесса, настаивать на том, чтобы суд выносил частное определение о совершенных преступлениях и так далее. То есть необходимо было осуществлять тотальное отстаивание своей позиции. А теперь это все переходит в стадию тотального обжалования, когда мы на этой стадии уже привлекаем правоохранительные, налоговые органы, органы прокуратуры для осуществления проведения проверок, дачи оценки, подаем жалобы на судью, которая по своей инициативе это не осуществила, в квалификационную коллегию, в высшую квалификационную коллегию судей и так далее. То есть все предусмотренные меры законом нужно отстаивать. И очень много бывает ситуаций, когда ко мне люди обращаются и говорят, я им говорю, нужно по полной программе, вот все нужно сделать, все возможное, зависящее при обжаловании судебного решения. И я очень часто слышу такой вопрос или ответ, назовите как хотите, пишут мне, а может быть подождать, может быть, дорогие друзья, ждать в судебном процессе никогда, нечего. Это только если есть какие-то тактические соображения, как правило, нужно сразу включать весь механизм. Потом вы получите на руки решение, которое будет против вас и все. И вам придется уже на стадии обжалования все эти механизмы включать и проводить тотальное обжалование с привлечением всех без исключения правоохранительных органов, следственного комитета, органов МВД, следственных подразделений, оперативных подразделений, а по некоторым делам и ФСБ необходимо подключать и, конечно же, органы прокуратуры. Поэтому, дорогие друзья, не надо терять время, не надо слушать тех недоюристов, которые вам говорят, что вот эти доказательства лишние и так далее. Если доказательства свидетельствуют вашу пользу, вашу позицию, необходимо их применять. Но если вы уже получили на руки решение негативное, то нужно его обжаловать по полной программе. Необходимо готовить и апелляционную, и касационную жалобу. И если будет возражение на нее, готовить контрвозражение. И подавать и дополнения к апелляции и касации. И подавать письменные пояснения. И, конечно же, обращаться в правоохранительные органы, повторюсь, и в следственный комитет, и в следственные органы МВД, и в оперативные подразделения МВД, если надо ОБ подключать. И, конечно же, необходимо подключать оперативные подразделения спецслужб, если там некоторые преступления, которые связаны с посягательством на отдельные права и свободы. Вот это все необходимо делать. Подключать прокурора, подавать жалобы на судей, которые приняли незаконные процессуальные решения. И, конечно же, дорогие друзья, все это отправлять в квалификационную, в высшую квалификационную коллегию судей, для сведений, в совет судей. То есть, все эти действия в виде вот тотальное должно быть обжалование. А мне кто-то говорил, даже из юристов, вот в разговоре мы какое-то дело обсуждали. А зачем это все делать? Зачем поднимать волну? Написали один документ и этого хватит. Дорогие друзья, нет, конечно же, нет. Нужно тотально, тотально обжаловать, чтобы это выносилось на всеобщее обсуждение в региональных правоохранительных контролирующих органах. И, конечно же, вот я забыл упомянуть, хотя и кратко упомянул о том, что необходимо всех возможных третьих лиц привлекать в судебный процесс. Все возможные контролирующие государственные органы, которые имеют отношение к делу, которые могут сказать что-то в вашу пользу или указать на незаконность тех или иных действий, которые вы в судебном порядке обжалуете или которые имеют к этому отношение. И, конечно же, настаивать, чтобы суд вызывал эти третьи лица, а не просто их обозначал и так далее. И говорить о том, что если были неправильные заключения представителей этих третьих лиц или, к примеру, неправильное заключение прокурора в процессе, обо всем об этом нужно говорить. Нельзя это все просто механически обжаловать и сказать, вот тут что-то незаконно. Нет, должно быть тотальное обжалование, если вы хотите защитить свои права, свои охраняемые законом интересы. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось сегодня поговорить. И, конечно, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, с удовольствием проконсультируйте, если нужно, поможем составить необходимые документы, апелляции, касации и так далее. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!